Традиционный товарищеский матч по футболу между сборными ветеранов Сергиева Посада и Спартака прошел на стадионе Луч. В прошлом году такая встреча совершилась в ничью. Два года подряд мы играли 4-4. Я надеюсь, игра товарищеская. Главное, чтобы болельщикам понравилась игра, чтобы были красивые голы, хорошие футболисты, красивая игра. Ну, ничья, я думаю, была бы идеальная игра. Главное, побольше голов, чтобы болельщики были рады. Среди знаменитых футболистов Спартака в этот раз играл Юрий Ковтун. Его игру называли жесткой. Говорили, что если Ковтун за игру не получил красную карточку, значит на поле его не было. Менять свой стиль игры он не собирается и в этот раз. Ну, я думаю, с судьей надо поговорить, чтобы это было, наверное, все-таки более так похоже, по-игротски. Не просто там какой-то из ничего дать желтую карточку мне. Ну, я думаю, надо будет столкновение какое-то и получу желтую карточку. А так, ну, это всегда матч. Матчи проходят действительно очень интересно. И дай бог, чтобы были забитые мячи. Перед началом матча легендарный тренер Олег Иванович Романцев вручил главе района форменную футболку команды Спартак. Михаил Токарев произвел первый удар по мячу и игра началась. Открыл счет на девятой минуте Сергей Шавло. Следующий гол пришелся уже в ворота Спартака. Его забил Андрей Анисимов. Он же забил еще два во втором тайме. Закончился товарищеский матч со счетом, ставшим таким же традиционным, как, собственно, и игра на день района. 4-4. Алена Ромашкина, Никита Корсаков, Кирилл Емельянов. Программа «События».